солнце мои здрасте вам с одессы у нас сегодня на улице ливень просто сумасшедший ветер холодно всего шесть градусов тепла а мы себе в доме и шо мы делаем занимаемся тушеночкой ребята посмотрите какой класс мы сегодня понавытворяли это шо то с чем-то посмотрите у меня здесь горошком с овощами с морковочкой сельдерейчиком будет рагу теперь будет второй рецепт рецепт из фарша смотрите ролики поймете для чего я это сделала и конечно же классика жанра это костика рецепт да здесь просто кусочки мяса ну это самая ходовая в общем все сегодня у нас будет ролики помогать нам будет вот это вот бадья называется автоклав все делается в нем легко и просто а продукция получается как с мини завода что ни в коем случае не значит слушай меня вот на тушенку мясо берется именно с прожилками именно жирком и ничего это не срезается я когда вижу что зачищают вот эти вот пленочки и оставляют вот это вот одно миска ребята это тушенку из этого не делают это уже не тушенка будет вот эти вот прожилочки вот этот жирок он дает вкус тушенки ты понимаешь и она тогда застынет будет как холодец а если вы положите вот такое вот биточное мясо будет суховато ну короче не тот фасон вот кстати посмотрите это на 24 баночки электро он абсолютно небольшой ну вот он стоит да ну вот как две кастрюльки они там есть на этой фирме еще меньше это на 24 пол литровые баночки а литровых сюда входит сколько костик 14 банок сюда ходит входит литровых представляете то есть это за головой слышите ребята короче вчера же показала как на кухню себе обустроили но обновили немножечко начали писать а почему у вас на кухне нет стола так вот ребята у нас столовая есть у нас частный дом у нас еще и летняя кухня есть спрашивают дима посуду храним да полно ящиков везде везде под столом под кроватью на полочке где обувь храним там тоже посуда я шучу ребята такие вопросы задаете же просто реально смеяться хочется вот смотрите как у нас вот кухня а теперь мы переходим туда вот 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 наша столовая сразу же это я уже так показываю короче кости кухню сделали надо и гостей уже приглашать потому что пообещали же на день рождения твой что родственники наши приедут да а кстати костика поздравляют до сих пор слышите короче веня веня привет тебе огромный и спасибо большое поздравил он был наш сосед но мы друг друга не знали жили на соседних улицах в одну школу ходили и вот канал нас познакомил представляете и вот он костика поздравил вас спасибо большое меня спасибо конечно да но подарок шоты хинкальную наверное сходим еще разочек да я только за меня привет с одессы и спасибо за поздравление а еще приедут к нам же рита и на пригласим детки придут и посидим уже да уже у нас везде порядочек чистота так что и на рита готовьтесь скоро пригласим девочки девочки давайте кстати тоже они хотели купить автоклав да надо будет позвонить спросить купили или нет потому что во первых они делают домашнюю еду на продажу накрывают банкеты делают разные вкусняшки развозят по одессе и вот им тоже вот такой аппарат это будет в помощь потому что они могут и как бизнес тушенку делать разные там в банках вкусняшки и продавать а почему бы нет потому что здесь я тебе говорю что она как завода выходит что-то очень и я довольна что у меня подвал без забит потом раз загрузила и все вот смотрите видите есть прилагается к аппарату и здесь полно рецептов а у них рецепты есть еще и или на сайте тоже сайт ссылочку я оставлю заходите все посмотрите тут мясные солянка с мясом боже мой тут что только нету можно собачкам делать тушенку вот мы чиби хотим сделать вы представляете да представляете как удобно любое мясо вот тоже для собачки подходит раз его вот в эту вот байду закинул себе все а потом у вас вот собачий корм всегда готов даже шикардосно кстати косточки разваливается туда же скурится слушайте ребята часть попросила костика смолоть на мясорубку сделать вот такой фарш я вам потом расскажу для чего это это тоже будет тушенка в банку но из фарша очень классная штука буду сейчас наполнять и все расскажу солнце мои у нас сегодня еще распаковочка к нам пришла вот посылочка и смотрите суши здесь написано солнце мои здрасте из харькова представляете сейчас посмотрим что приехала конечно же знаю но и вам покажу в общем это от любочки тусловец из харькова она когда услышала в прошлом ролике по поводу тушенки говорила что есть такие пакеты в которых тушенку можно делать прямо в автоклаве она мне со мной связалась и говорит наташенька у меня есть типа таких пакетов может быть такие может быть нет но я пришлю ну спасибо потом и значит с ней разговаривали смотрите кстати какие пакеты офигенные мне кажется что они для автоклава не подходят но они конечно же супер и тут еще что-то есть смотрите да них можно хранить крупы потом она скажу здесь какие-то даже есть а вот выдерживают 360 градусов них можно готовить прямо в этом пакете можно готовить смотрите здесь открывается вот видите мой любочка спасибо огромное они разные они смотрите и красные такие яркие красивые обалдеть в общем ребята и когда мы с ней разговаривали сюжетом в чате значит оказалось что она особенная мамочка она даже заняла мисс особенная мама харькова в общем там такое дело у нее два сыночка и младший колясочник конечно же и она еще помогает она присылает подарки я когда блин это узнала я думаю боже мой люди вот такие есть да кто-то жирует вот просто от всего и никогда там никому ничего не поможет никогда ничего а здесь у человека да такое положение младшенький максимка колясочник она там с ним возится и там это и лекарства надо доставать и реабилитации все такое прочее и когда это все услышала конечно же очень тяжело еще оторвало дитя до коробочку конфет вот нам да вы вот именно у любочка боже мой я вообще даже не знаю что сказать солнце моё значит нет слов просто видите у меня эмоциональная что-то написала а наташа для хранения круг вот ребята если кто-то может помочь или может быть занимаетесь вы какой-то благотворительностью я оставлю контакты любые в описании под роликом номер ее карточки даже оставлю может быть кто-то сможет для нее там каждая копеечка значит на счету это понятное дело когда такое вот семье да в конце ролика я вставлю ее ролик вот то что она действительно заняла мисс харькова вы посмотрите вы посмотрите эту чудесную женщину вы посмотрите на это все это сплошной позитив любочка ну а что от нас конечно же обратка поедет в харьков я адрес сохранила и конечно же что-то поедет вам спасибо большое ребята если кто-то действительно может это не то что там да и вот здесь действительно нужна людям помощь если кто-то может пожалуйста связывайтесь она есть на фейсбуке любовь сусловець харьков можете ее найти связаться с ней и спасибо всем большое за каждую копеечку кто перешлет если как каким-то образом вы не можете переслать лично ей вы можете связаться со мной переслать мне указать что это для максим чека и конечно же я все отправлю в харьков можно и так сделать в общем и так любочка здоровья максим чеку тебе терпение старшенькому что все было благополучно вашей семье большой привет из одессы здрасте вам солнце из одессы все давай дальше тушенкой заниматься ребята еще не заметила здесь смотрите что она написала кости для борща на пляже короче короче представляете борщ пакет и на пляж ну и там еще он свою горилочку и все так же ой Люба рассмешила спасибо Харьковщина и я любовь сусловець сегодня я покажу вам место где люблю бывать и своими сынами ну что поехали ребята посмотрите что я приготовила для моей тушенки у кости конечно будет своя тушенка мужская там будет одно мясо а я поляну такую сделала смотрите здесь у меня оставалось пару помидорок лук это спаржевая фасоль и я ее помыла и порезала на такие вот части морковочка это я порезала стебли сельдерея хотела сказать как мама сельдерея у меня и бабушка и мама говорят сельдерей вот это стебли сельдерея можно взять корень сельдерея тоже будет хорошо вообще можно взять любые коренья это замороженный видите он еще замороженный горошек и у меня получится рагу в баночках с мясом ребята короче смотрите что я делаю значит в баночку у меня здесь перец горошком душистый перец горошком лавровый листик и вот так вот если листик большой то я его на две части потому что баночки чесночок по зубчику чесночка вот так вот напополам и тоже вниз он до свой вкус правильно вообще можете сюда добавлять любые свои специи которые вам нравятся и у вас будет своя тушеночка свой рецепт так все и вот это теперь буду чередовать с мясом наполнять баночки ну сначала наверно пойдет мяско приходите с работы сварили быстренько пюрешку открыли вот такую баночку разогрели в микроволновке ребята все у вас ужина уже готовы смотрите баночку наполнила нужно ее хорошенечко утрамбовать потому что там видите овощи и пустоты есть нужно как вот так вот чтобы не вверхом банку наполнять оставлять на один палец чтобы было пространство чтоб там воздух был баночки поняли сверху вот так вот так просто так да и теперь сверху соль до сверху ребята но там все потом переколопуцается подружиться между собой все будет нормально значит смотрите соль чайную ложку без горки допустим но без вот без горки теперь твоя работа давай все сейчас по закручивает сверху ребята конечно если вы были крышки евро и банки да вот такие просто можно было бы рукой закрутить и это гораздо легче накачивать да там же надо будет еще насосом накачать атмосферу номер два видели костик на мясорубку мясо перекрутил получился фарш значит что и что я делаю и для чего из этого фарша потом можно будет делать пирожки на лиснички с мясом потом эти самые картофляники с мясом или из разы как они называются в общем это получается мясной фарш для вареничка очень хорошо подойдет значит смотрите вы потом открываете баночку там уже все готовое да фарш вареный на сковородочке обжариваете лук кубиками туда когда уже обжаренный вот этот из баночки фарш добавляете все вместе протушили у вас фарш для пирожков для всей этой истории вкуснятины он уже готов потому что как мы делаем по-другому нам нужно взять кусок сырого мяса его отварить правильно потом пропустить через мясорубку а потом к нему уже добавить жареный лук ребята это все упрощает и ваше время сохраняет вы понимаете солнце смотрите баночки наполнил видите фаршем можно было конечно еще молотый перчик добавить но я уже буду добавлять потом когда открою банки теперь то же самое сверху по чайной ложке неполной соли без горки все все готово представляете все пошел костик работать а теперь его классический рецепт да но у него рецепт такое именно мужской вот настоящая тушенка без всяких добавок без ничего но я вам скажу она самая ходовая потому что из нее я делаю и ленивые голубцы то есть бигас и борщ и зеленый борщ и рассольник и шо вам только надо и картошка да картошку отварила банку тушенки сверху бабах все о макароны по-флотски на низ на низ баночки положил бы а видите как он делает чтобы отличаться чтобы что-то да не так как у меня чтобы отличаться поняли короче то же самое перец горошком перец душистый лавровый листик а нет а точно это же другой рецепт вы поняли ребята короче перец горошком и лавровый лист и соль все да и соль ты добавляешь посередине баночки тоже чтоб отличиться два раза насыпешь моя тушеночка будет смотрите какие у меня баночки красивые красоте и ага и теперь ты после специй наполняешь уже баночки полные до на баночку 450 грамм уже сложил все баночки в автоклав вот так вот видите одну на другую получились такие ярусы костик набрал водички вот на два пальчика два сантиметра должно быть выше крышек все и сейчас он закрутит эту штуку велосипедным насосом накачивает вот сюда лучше здесь была одна атмосфера давления но если вы возьмете евро крышки вот такие вот завинчивающие вам это абсолютно не надо будет не надо ничего накачивать поэтому если у вас автоклав или вы планируете его купить сразу вы должны знать что у вас такие вот крышки должны быть с банками завинчивающиеся как магазина сюда вставляется вот такой вот штекер и шо теперь задаем время 40 40 минут все 110 градусов 20 30 боже мой легко как все да даже ребенок справится но дети детей лучше не подпускать потому что все-таки горячее она нагревается все так все все пошло надо час пока и потом он остынет можно раскручивать вот эти вот доставать тушеночку и наслаждаться продуктом ребята если нет света его можно ставить и на газ вот это вот раз подняли на газовую плиту поставили только здесь надо будет следить за термометром вместо вот этой вот штучки будет термометр вот эта штучка будет короче я рассказываю на своем языке штучка дрычка все все ребятки наш помощник в работе ссылочку где его можно приобрести я оставлю под роликом смотрите выбирайте там разные цены разные размеры их какие вы хотите и в общем на том сайте еще много разного интересного там и коптильни есть и вот эти вот сковородки которые гриле мангалы в общем разная вот такая вот техника выбирайте себе и пусть у вас тоже будет такой помощник чтобы кушали вкусно и берегли свое время до встречи как раз куриная там любимая давай